Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-Промышленной Палаты Украины присоединяется к нашему эфиру. Михаил, рад приветствовать. Добрый вечер. Михаил, переведите, пожалуйста, на человеческий. Ну так, чтобы люди, которые непосредственного отношения не имеют к торговле, понимали, каким образом это может отразиться на экономике Российской Федерации, что конкретно может предложить Украина в этой ситуации? Ведь нужно же альтернативу находить какую-то. И это, по-моему, прекрасная возможность Украине проявить себя. Ну, Александр Савченко – это гура экономической мысли. Он немножко так научно. Да, мы с вами попробуем, как говорил наш третий президент, чтобы понял маленький украинец. Дело в том, что, смотрите, ввели санкцию на горох. Что такое горох? Это популярный растительный белок. Это сейчас идет большая мода. Веганы, вегетарианская пища, замена белков животного происхождения. Вместо свинины, телятины кушать горох, нут и другие высокобелково содержащие зерна. Так вот, Украина выращивает. В этом году планирует засеять порядка 160 тысяч тонн. Под горох – это порядка 400 тысяч тонн. Должны вырастить, если все будет нормально. Мы с вами внутри Украины потребляем порядка 40 тысяч тонн. Вот 360 тысяч тонн гороха мы можем продать на экспорт. Кто традиционный потребитель украинского гороха? Это Саудовская Агравия, Индия, Китай. С Китаем три года наши аграрии вели переговоры для того, чтобы Китай открыл рынок для украинского гороха. В чем, как вы говорите, было понятно. Смотрите, мы с Россией выходцы с единого высшего Советского Союза. Мы работаем и конкурируем на одних тех же рынках, на одних тех же странах. Поэтому, если россияне туда не поставят свой горох, свой жон, свою пшеницу или какие-то другие товары, туда поставим мы. И если мы туда поставим, мы в этот рынок войдем. И повторно зайти, им надо дать еще лучшее предложение, еще меньше получить денег, чем мы это сделаем. Поэтому для нас это, конечно, выход. Если говорить о заградителе Гошлина, я бы сказал это так. Справедливость восторжествовала, но пока еще не в полной мере. Потому что мы с вами, помните, разбирались весной, когда блокировали украинское зерно, а шло российское. И в том числе было требование запретить. Но европейцы люди осторожные и прагматичные. Что такое политика? Это концентрировано на выражении экономики. То есть они смотрят те позиции, по которым они могут и политически надавить на Россию, и экономически нас поддержать. Но и самим не попасть в убыток. Понятное дело, что они, думая о нас, в первую очередь заботятся о своем населении, о своих производителях. Это их избиратели, для них они работают. Поэтому мы сможем заменить россиян на европейском рынке. Мы сможем конкурировать с ними в Индии и в Китае. И украинский горох с удовольствием будет потребляться в Европе. Для нас это хорошо. Для нас это дополнительная возможность продать Европу. Почему еще хорошо, кроме того, что я сказал, о конкуренции и политике? Смотрите, Китай надо вести, тем более с хуситами проблемы. Это вокруг Африки, это почти месяц. Корабль должен из Одессы дойти до Шанхая. Европу 500-700 километров потребитель уже здесь. Короче, логистика, дешевле логистика, лучше цена, больше заработок. Скажите, пожалуйста, а могут так сложиться обстоятельства, что даже пошлины, увеличенные до 95 евро или до 50% стоимости самого продукта, будут выгодны России? Она продолжит поставлять свою продукцию в Европу, а Европа продолжит ее закупать? Ну, с одной стороны, в мире нет ничего невозможного. Знаете, если, безусловно, Путин с бюджета будет датировать российских производителей, говорит, вы себе в убыток работаете, вы себе в убыток торгуйте, то, в принципе, это возможно. Но с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, никто этого, конечно же, делать не будет. Это первое. Второе. Россиян уже сейчас очень большое количество посевов вымерзло. И они прогнозируют, что порядка 17-20 миллионов тонн в этом году они получат меньше. Сельхозяйственной продукции, зерновых, по сравнению даже с прошлым годом. Так что еще будет возникнуть вопрос. Сначала надо накормить своих, перед тем, как экспортировать. Ну да. Тут еще один момент. Дело в том, что на данном этапе уже в Евросоюзе звучат голоса, призывающие полностью запретить импорт сельхозпродукции из России. Возможно, под этот запрет попадет еще и сельхозпродукция из Беларуси. Что мешает ввести этот запрет на данном этапе? И какова вероятность, что... Обсуждается ли этот вопрос на самом деле? Насколько широко обсуждается? И какова вероятность того, что подобный запрет будет введен? А все будет зависеть от экономических условий, которые будут в ЕС. Как будет урожай? Смотрите, это то, что я уже говорил. Европейцы подходят к этому вопросу очень прагматично. В прошлом году был не урожай. От пшеницы была засуха. В Испании и в Италии. Поэтому они вынуждены... Те страны, которые традиционно, кстати, поставляют зерно. И зерно хорошего качества. Поэтому итальянцы делают спагетти из хороших твердых сортов пшеницы. Когда спрашивают, почему итальянцы не толстеют и много кушают макарон. Потому что они кушают макароны из твердых сортов, сделанных, где больше белка, меньше углеводов. А если вы делаете из третьего, четвертого класса, там больше углеводов, как в советские времена делали, а меньше белка. Поэтому от них и поправляются. Так вот, у них был не урожай в Италии и Испании. Поэтому они вынуждены были покупать российскую пшеницу. Если в этом году у них будет нормально, мы сможем заменить, скажем, даже Латинская Америка. То вполне возможно, что это и уйдет. Но опять-таки, европейцы будут смотреть по экономической ситуации. Желание спрыгнуть с российской экономической не только нефтеазовой глы, а с других моментов европейцев огромны. Они не доверяют. Они понимают, что россияне бизнес используют для политических целей, для давления, для того, чтобы расшатывать ситуацию внутри Европы. Михаил, интересно, что вы тут упомянули нефть и газ, поскольку касаемо нефти и даже периодически касаемо газа, российскую нефть, например, представляли как нефть, добытую в других местах, или смешивали ее с нефтью, которая не является российской, и продолжали продавать. Обходить санкции таким образом. Может ли это коснуться сельхозпродукции? В принципе, все может быть. Знаете, я люблю цитировать Маркса, его знаменитую фразу, что при условии получения 300% прибыли нету такого преступления, на которое не пойдет капиталист, даже под страхом виселицы. Поэтому, с одной стороны, моральные принципы, политические принципы, экономика, а с другой стороны, жажда на живые возможности заработать. Вот, по-разному, это, знаете, как весы. Но, тем не менее, общеполитическая линия европейцев понятна. Максимально дистанционироваться от России. Сколько у России или в России сейчас остается зерна, которое было украдено с украинских территорий? И продолжает ли Россия сейчас использовать украинскую землю, временно оккупированные территории, для того, чтобы оттуда вывозить сельхозпродукцию? Ну, сейчас уже трудно установить, скажем, конкретную статистику. Мы могли об этом говорить в 2022 году, когда были остатки в наших элеваторах, в портах, захваченных Россией. Тогда мы говорили, что порядка до 10-12 миллионов тонн украинского. Ну, это так, примерно. Понятное дело, что это примерно. Плюс это грабеж фермеров, когда просто-напросто машинами вывозилось зерно и другие хозяйственные продукции. Сейчас они, к сожалению, продолжают уже использовать наши территории, нашу землю, наши природно-климатические условия для того, чтобы выращивать зерно. И если говорить с технологической точки зрения, конечно, сложновато это проследить, потому что тот же сертификат происхождения, они, например, берут несчастье оккупированной Запорожской или, скажем, Донецкой, Луганской области. Они берут в Краснодарском крае или Кубани. И показывают его, как российское зерно. Либо мешают с российским зерном. Поэтому до тех пор, пока не будет освобождена вся наша территория, к сожалению, это будет продолжаться. И отследить, вот как и вы приводили пример нефть и газ, мы несколько раз брали участие в рабочих группах РНБО, Совета национальной безопасности. И, к сожалению, как россияне вывозили бензин, мазут, нефть. Они мешали, покупали через Турцию, через другие страны. И это пробовали продавать, как турецкое. Да, деоккупация – это ультимативное решение. Но на ваш профессиональный взгляд, санкции показали свою эффективность уже за весь этот период? Как с украинским зерном дела обстоят? Ну, пока неплохо. Пока неплохо в бассейне. Исходы неплохие. Вегетация идет. Так что будем смотреть. Через месяц начнется жетва уже в наших южных регионах. И уже будет понятно наши первые. Как я люблю говорить, уважаемые украинцы, не беспокойтесь. Холода не будет. У нас нет. Но сможем ли обеспечить не только себя? Я говорю сейчас об экспорте. Безусловно. Безусловно. У нас есть все возможности с тем, чтобы и дальше работать на экспорт. И обеспечивать те контракты, обязательства, которые у нас есть. Но вы знаете мою позицию. Я не в восторге от того, что мы экспортируем зерно. Я очень хочу, чтобы мы экспортировали макароны. С немалочной стоимостью, естественно. Чтобы мы экспортировали консервы. Да. Поэтому это хорошо, конечно, что мы кормим. Но лучше кормить уже продуктами, изготовленными в Украине. Поэтому будем работать над этим. Какая работа сейчас происходит в этом направлении? Уж очень интересно, раз затронули эту тему. Ну, не просто. Не так быстро, как бы хотелось. Знаете, с одной стороны... Естественно. Но дайте чуть больше информации. Реально интересно. О том, чтобы экспортировать продукты с добавочной стоимостью, говорят, не первый год. Ну, и может быть, даже не первое десятилетие. Если раньше просто не интересовался этой темой. Насколько мы приблизились к этому моменту, когда действительно большинство продукции будет именно с добавочной стоимостью экспортироваться? Вот вы журналисты любите, чтобы вам сказать. На 5, на 10, на 10, на 20%. Немножечко, сильно, совсем крохотные шаги. Я бы так сказал. Мы, если раньше производители крутили носом, как не объясняли. Ну, понимаешь, производство, да, это люди, это станки, это надо купить продукцию, построить завод. Этот завод должен работать. Это постоянный, длительный технологический процесс. Это суета и забота. А что такое для зернотрейдера? Он весною дал деньги, посеяли, осенью забрал продукцию, продал. И до весны курит сигару, пьет виски, да. То есть, с точки зрения экономики, это был короткий и очень выгодный экономический процесс. А вот производство, это уже сложнее. Но в каждом экономический процессе есть как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, блокада, это была очень плохая история. Но, с другой стороны, блокада заставила многих задуматься над тем, что, не дай бог, в следующий раз такое случится. А то можно не вывезти, и зерно просто сгниет. Поэтому сейчас начали многие уже и строить, и заниматься переработкой, именно как уже готовые продукции. Либо макароны, либо консервы, либо, скажем, не помидоры, а томатную пасту. Понимаете, да? То есть, вот мои хорошие друзья из Одесского консервного завода нарастили выпуск томатной пасты. Это вот как раз то, о чем говорит. Когда выращены в Украине помидоры в Одесской области, их переработали, законсервировали и продали как томатную пасту. Или сделали новый продукт, помидор очищен в собственном соку, как бабушка нам с вами готовила. А, кстати, оказался очень популярным и пользуется большим спросом даже в Италии и даже в Афганции. А не только в традиционных странах, в Балканах или, скажем, в Германии, в Польше, где много выходцев с бывшего Советского Союза, где вообще есть культура потребления консервированных овощей. А в Средиземноморье они не очень едят консервированные овощи, потому что два урожая в год. Проще купить свежие. А мы приучены к консервированию, да, помидорчики, так говорится. Вот, пожалуйста, вот вам пример. Когда берут и не помидоры продают, а томатную пасту. Из этих помидоров консервированных без шкурки такая шакшука выходит. О, вот-вот-вот-вот, шакшука, да? Замечательная штука. Да, это правда. Кстати, последнее, что они сейчас делали, в связи с этим, вот как бизнес реагирует на условия. Черное море закрыто для вылова рыбы. Нет, понимаю. Мины, война закрыта. А они сейчас взяли, договорились с прудами, озерами, где выращивают речную рыбу. Карп, короб. И делают консерву с этой рыбы. И по старому одесскому еврейскому рецепту фиш. Пользуются, как они объясняют, безумной популярностью в Средиземноморье. Пожалуйста, новый креативный продукт. Вот так работает бизнес, вот так ищут новые. Потому что, чтобы продать продукт, такие страны, как Европа, которые перенасыщены продажей, где есть все, можно продать только либо лучшего качества, меньшей цены, это сложно, либо какой-то новый креативный продукт, как они подали помидоры. Вы интересную тему затронули, и еще одну интересную тему затронули. Касательно объемов европейского рынка, раз уж об этом говорили так активно. Ну, хватит ли там места для украинской продукции? Окей, для сырья украинского, для зерна украинского, например, хватало до сих пор места. А вот для продуктов с добавочной стоимостью, произведенных из этого зерна, или тех же консервов, для них место найдется? Конечно, хватит. Конечно, хватит. Знаете, помните, наверное, вы моложе были тогда, когда у нас во времена Леонида Даниловича была дискуссия, куда вступать? В ЕС или в Таможенный союз? Как называли журналисты, Таежный союз. И вот тогда шло сравнение, что такое рынок ЕС и что такое рынок Таможенный союз. Это рынок Россия, Казахстан, бывшие страны СНД. Вот по доходам населения. В первую очередь, доходы населения. Дальше покупательная способность, которая выходит из доходов населения. Сколько и чего люди могут купить? Ну и само население. И когда с экономической точки зрения смотрели, что Таежный союз оставался где-то далеко. Да, есть своя особенность. Скажем, тот же бывший страны Советского Союза, они менее требователи, они неприхотливые. Они могут покупать продукцию средней, ниже средней. Там на первом месте не качество, а цена. А в Европу для того, чтобы продать продукт, должен быть хорошего качества. По-другому просто сертификат никто не даст. Никто не пустит на этот рынок. Но ведь мы с вами, как покупатели, тоже заинтересованы, чтобы у нас был хороший качество. Правда. Чтобы это было действительно масло, а не спред или какие-то там жиры из растительного или пальмового масла. Поэтому, конечно, интересно, это очень большая емкость. Если бы у нас было время, я бы вам рассказал одну историю, которой мы занимались где-то в году, наверное, в 2017. Одна днепропетровская фирма пробилась на рынок Великобритании. Теско. Такая сеть магазинов, типа нашего Сельпо или Фуржета. И они пробились из ягодно-плодовой продукции. Яблоки, груши, сливы. Они пришли к нам и попросили собрать производителей украинских, так как им не хватало закрыть те поставки, которые можно. Оказалось, тут другая проблема, что наши производители не готовы. Потому что яблоко, если поставляется, оно должно быть калиброванное. То есть они должны быть все одинаковые. Оно должно быть помыто. Оно должно быть упаковано. Оно должно быть экологически здоровым. И должно своевременно туда привезти. Понимаете, поэтому они готовы покупать. Иногда мы не готовы этот продукт продавать на хорошем уровне, на хорошем качестве. Потому что экспорт – это ответственность. Это надо дать им много работы. Да, и таких историй вам много могу порассказывать. Это в следующий раз как-то на эту тему поговорим. А я с удовольствием их услышу. Спасибо большое. Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, присоединился к нашему эфиру. Благодарю. Продолжение следует.